Добрый день уважаемые коллеги и члены президиума. В первую очередь позвольте поблагодарить за возможность выступления в рамках форума. Лечение онкологических пациентов пожилой и старческой возрастной категории сопряжено с рядом сложностей, в том числе с наличием у них признаков деменции. Оценка когнитивного статуса пациентов не является рутинной для врачей и онкологов, как и для многих других специалистов. Однако и пациенты с тяжелыми когнитивными нарушениями, которым уже поставлен диагноз деменция, в специализированных стационарах онкологического профиля встречаются достаточно редко. Мы с коллегами хотели бы представить вашему вниманию несколько клинических случаев лечения пациентов, имеющих когнитивные нарушения, различной степени выраженности и осветить проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ходе процесса лечения. Итак, пациент 1957 года рождения в сентябре 2013 года впервые отметил наличие патологических примесей в стуле, появление болезненных пазовых к дефекации. Обратился за медицинской помощью по месту жительства в течение двух недель. В ходе дообследования было выявлено опухоль среднеампулярного отдела прямой кишки. По данным гистологического исследования верифицировано аденокарцинома. Таким образом, по данным обследования был поставлен окончательный диагноз рак среднеампулярного отдела прямой кишки CT3NXM0. В период с октября по ноябрь 2013 года по месту жительства проведен курс предоперационной лучевой терапии. Далее был направлен в МИД с онкологией имени Петрова для проведения хирургического этапа лечения. И в декабре 2013 года выполнена низкая передняя резекция прямой кишки с формированием превентивной илиостома. Послеоперационный период осложнился несостоятельностью сигма-ректа анастомоза, что было в том числе связано с несоблюдением рекомендаций лечащего врача по послеоперационному периоду и повлекло за собой необходимость проведения повторного хирургического вмешательства. Далее по результатам контрольного обследования в апреле 2014 года была зафиксирована ремиссия заболевания и выполнена хирургическая ликвидация илиостома с восстановлением непрерывности толстого кишечника. Обратился на контрольный осмотр в феврале 2015 года фактически через 10 месяцев от завершения специального лечения. Стоит обратить внимание на сроки, так как после комбинированного лечения пациент, согласно рекомендациям, должен был проходить контрольное обследование каждые три месяца в течение первого года после завершения лечения. Итак, в связи с подозрением на метастатическое поражение тел позвонков было рекомендовано выполнение контрольного обследования в представленном объеме, но пациент на прием в последующем не явился. Следующая явка была только в январе 2016 года, то есть еще через 11 месяцев. Также было рекомендовано контрольное обследование в представленном объеме с последующей явкой для определения дальнейшей тактики. Обследование выполнено не было и на осмотр пациент также не явился. Далее в октябре 2016 года была проведена заочная консультация. При контрольном обследовании картина была расценена как канцероматоз брюшины. Для уточнения характера процесса был рекомендован пересмотр КТ-дисков с последующей очной явкой для определения дальнейшей тактики лечения, но рекомендации опять же не были соблюдены. Следующее обращение пациента состоялось только в апреле-майе 2018 года. По данному обследованию был зафиксирован местный рецидив опухоли в области анастомоза. По заключению абдоминального хирурга проведение хирургического лечения на тот момент представлялось нецелесообразным. Также пациент был консультирован радиотерапевтом и с учетом ранее проведенного курса дистанционной лучевой терапии проведение данного метода лечения было не показано. Была рекомендована консультация химиотерапевта. До консультации химиотерапевта у пациента развились признаки острой кишечной непроходимости, по поводу чего было выполнено формирование колостомы. Это привело к тому, что на прием к химиотерапевту пациент обратился только через два месяца. Также было рекомендовано до обследования. После предоставления результатов контрольного обследования было рекомендовано проведение первой линии химиотерапии по схеме Деграмонт. Выбор данной схемы был обусловлен наличием сопутствующей патологии. С августа 2018 года инициировано проведение первой линии химиотерапии и до октября 2018 года было проведено пять циклов химиотерапии по схеме Деграмонт. В октябре-ноябре пациент был госпитализирован по месту жительства по поводу внебольничной правосторонней нижней долевой пневмонии. Далее на осмотр для решения о дальнейшей тактике лечения он не явился. В декабре 2018 года при разговоре с лечащим врачом пациент сообщил, что проходит лечение по месту жительства по поводу двусторонней тромбоэмболии легочных артерий. Следующая явка на осмотр была через месяц, в январе 2019 года, когда была рекомендована реиндукция первой линии химиотерапии по схеме Деграмонт. Сейчас о дальнейшей судьбе пациента нам, к сожалению, пока неизвестно. Также хотелось бы сделать акцент на особенности ананеза пациента и его поведении. Пациент не имеет специального образования и работал дворником. Сопутствующие патологии имеющиеся, среди которой имеются сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет второго типа. При каждой явке пациента сопровождали родственники, что, однако, не было связано с физической необходимостью. На все вопросы в разговоре с лечащим врачом вместо пациента отвечала жена. Во время госпитализации пациент зачастую вел себя конфликтно, при этом принимая позицию жертвы. Пациент пренебрегал соблюдением личной гигиены и правил санэпид-режима. Неоднократно являлся на госпитализацию и прием без необходимой документации, при этом винил в этом лечащего врача. Пренебрегал рекомендациями лечащего врача относительно вопросов лечения и контрольного обследования. Также зачастую задавал вопросы, ответы на которые несколько ранее были в развернутом и доступном для него формате уже даны. Но связано это было не только с забыванием информации, но и с непониманием сути самого ответа. В ходе всего лечения пациент злостно пренебрегал сроками и выполнением контрольных обследований, при этом не имея на это каких-либо веских причин. Это, конечно же, сказывалось на своей временности и качестве противоопухолевого лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...